Кирилл Бабаев, нападающий командой ФШМ. Кирилл, расскажи об игре, что сегодня получилось, что может быть нет. Ну, первый тайм неплохо провели, какие-то атаки были, созидали даже в каких-то моментах. Наверное, гол, который под конец первого тайма пропустили, ну, как-то повлиял на фитальный результат, расклеились и уже было сложно додавить. Ну, а были неплохие индивидуальные действия у вас, у вашего партнера по атаке, там, немножко напрягали оборону Спартака? Ну, да, старались как-то. Что во втором тайме пошло не так? Ну, я, как уже сказал, гол в раздевалку, мне кажется, ну, изменил полностью игру. Вышли уже как-то не с тем настроем, хотя, ну, некоторые пытались, старались, ну, не наш день. Спартак чем-то удивил вас сегодня, может, чем, если действительно так? Ну, мы разбирали недельный цикл их игры и, в принципе, ничем не удивил, так как предполагали, они так и сыграли, но наши ошибки, ну, привели к такому результату. Спасибо. Спасибо. Владимир Бодров, наставник команды ВШМ. Владимир Васильевич, какой был план на игру, что получилось и что, может быть, нет? Ну, план был прежде всего то, что мы знали тактику игры команды Спартак 2004 года. Грубейшие ошибки просто индивидуальные. Ребята старались, выполняли план, но отдельные грубые ошибки индивидуальные привели к тому, что пропускали. Моголы, они вроде по ходу игры складываются, но на самом деле это просто индивидуальные ошибки, поэтому и проиграли игру. Претензии по самодаче, ну, меня нету, а в плане игры в обороне просто оставляю желать лучшего. С целью получения пространства в атаке мы имели достаточно хорошие подходы, но, опять-таки, вот эти простые ошибки элементарных передач, которые должны были доходить до партнеров, они не доходили, поэтому виток матча закономерен. Но ваши нападающие, Акуев и Бабаев, очень так серьезно, особенно в первом тайме, напрягали оборону Спартака, а во втором как-то они были меньше заметны. Почему? Ну, провал в середине, я говорю, провал в середине, плюс еще тому, что подсела группа игроков, там, ну, видели, сводили ноги, там, и травмы, все. Я бы сказал, еще стародубцы, все, три у нападения сегодня выглядело достаточно прилично. А вот именно центральная зона, вот эта зона полузащиты центральной, вот, она провалила полностью игру. И плюс, конечно, вот эти, ну, просто не представляю, как так можно ошибаться в центральной зоне обороны. Это просто глупые ошибки. Это не должно быть свойственно ребятам 17-летним. Это просто, ну, можно сказать, свалить что-то на детский футбол, но это чересчур уж детские ошибки. Это можно простить, там, 10-11-летним. Я думаю, что они так ошибаться не будут. Но будем разбираться. После удаления Фадеева еще какие-то шансы оставались? Да шансы всегда есть. Сколько матчей было там, что проигрывали 3-0 и играли 3-2 и могли бы 3-3 сыграть. То есть шансы всегда были. Ну, опять-таки, вот эта центральная зона, к большому сожалению, она провалила просто-напросто игру. И хотя произошли замены, и всех тогда, эти, всю три поменяли, но те, кто вышел, они не усилили игру. Они ее не ослабили, но они ее не усилили. Спасибо. Вам спасибо большое. Всего хорошего. Максим Веденеев, защитник «Спартака». Максим с победой. Да, но по первому тайму не казалось, что вам как-то легко. Ну, первый тайм был действительно тяжелым. Не забили пенальти, не забили много своих моментов, к тому же пропустили. Но во втором довели все до конца, и победа – это главное. Я не знаю, как там у вас внутренняя кухня, просто комиссарового момента было много, и он еще пошел пенальти бить. Почему? Ну, если он уверен в своих силах, почему другой должен бить? Вопрос в другом. Забил он и забил, но мы его сразу поддержали и сказали, что в следующий раз он точно забьет. Что изменилось в перерыве и после перерыва, когда команда побежала? Перестроились на другую схему – с 3-5-2 на 4-3-3. Тренеры попросили больше контролировать мяч, вообще контролировать ситуацию в целом. И я думаю, это залог победы. Спасибо. Не держу. Вадим Юрьевич Роман, ну что, спартаковская сегодня погода помогла вам победить? Да, спартаковская. Ливень как раз. То, что нам надо сейчас. Нет, ну а что по игре? Почему вот во втором тайме вы решили поменять схему игры? Ну, у нас две схемы. Мы готовы к таким перестроениям. У нас есть наполнение таких игроков, мы это часто используем. Мы видим, как складывается игра, где получается, где негде, видим, где слабые стороны соперника. От этого уже отталкиваемся, и надо нам менять схему, и нет, мы уже по ходу игры принимаем решение. А что с офицером, и почему пенальти пошел бить Комиссаров? Ну, Комиссаров сам заработал, и нападающим хочется забить, поэтому он проявил инициативу, но, к сожалению, не забил. Но я думаю, что все равно есть моменты, будут голы. Что касается офицера, то он в конце первого тайма получил такой болезненный удар по ноге, и, к сожалению, попросился в перерыве замену. Замены ваши сработали, Гунько вышел, забил первым касанием, Нажмов мог забить, Сидоренков отдал. Запланированные замены, или это по ходу игры? Ну, мы много используем замен, потому что в начале подготовки только как чуть больше месяца, как мы тренируемся, поэтому пока на 90 минут ребята не готовы. Ну, и плюс ко всему, наполнение у нас хорошее, игроки, которые могут войти игру и в старт в составе на замену, у нас достаточно много, поэтому, да, используем максимальное количество замен. Удаление Фадеева повлияет как-то, ну, на следующий матч хотя бы? Ну, безусловно, следующий матч с «Зенитом» и потеря воротаря, конечно, существенно. У нас есть еще два воротаря, которые, я думаю, что выйдут и также надежно сыграют. Надеюсь на это. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.